МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Избиратели в России, которые не смогут прибыть в день голосования 18 сентября на свой избирательный участок, в праве получить открепительное удостоверение для участия в выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации по 6 сентября в территориальной избирательной комиссии по месту жительства, а в период с 7 по 17 сентября в участковой комиссии своего избирательного участка. Как правило, этим правом пользуются порядка 1,5% избирателей республики. Кроме того, на предстоящих выборах в Госдуму впервые смогут проголосовать избиратели с временной регистрацией в регионе, зарегистрированные по месту пребывания не менее чем за 3 месяца до дня голосования. Для этого по 27 августа нужно подать в соответствующую территориальную избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей. Сколько партий и кандидатов-одномандатников вошли в два избирательных бюллетеня для голосования, подготовленных к печати Центризбиркомом Якутии? Ровно месяц у нас остался до знаменательного политического события. Да, избирательное законодательство, наши предусматривающие избирательные сроки для уведомления о выдвижении кандидатов, для представления кандидатами документов для регистрации, эти сроки уже завершены. Поэтому на сегодняшний день можно констатировать, что по федеральному избирательному округу в избирательном бюллетене у нас 14 партий с их общей федеральной частью и с региональными списками. А в нашем, ну так называемом, в кавычках, избирательном бюллетене по одномандатному избирательному округу у нас 8 кандидатов, выдвинутых политическими партиями. И вот эти 14 партий, которые будут в нашем бюллетене, они распределены в соответствии с теми результатами жеребьевки, которую провел ЦИК Российской Федерации. Что касается избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу, то законодательством определено, что фамилии кандидатов определяются в порядке алфавитно. Кандидатов-самовыдвиженцев в нашем бюллетене, к сожалению, нет. Действительно, к сожалению, нет. Но все-таки может появиться. Подрезанный на дороге к регистрации в качестве кандидата-самовыдвиженца Андрей Савич Борисов еще имеет возможность вернуться в предвыборную гонку, в том случае, если суд вынесет соответствующее решение. Мне жаль только, что исполнители, якобы свидетели и организаторы случившейся подставы, похоже, останутся безнаказанными. Сегодня некоторые могут сказать, что это не Тумусов Педот Семенович подавал. Но независимо, кто это подавал, без его согласия члены его партии не могут с жалобой выходить центральную избирательную комиссию Российской Федерации. Мне всегда было интересно, как формируется общественная система ценностей. И почему так вышло, что в определенный период времени многие из нас с удовольствием подсели на скандалы, интриги, расследования. Причем во всех СМИ. Я не имею в виду только телевидение. Впрочем, эта тема обширна и глубока. И я с удовольствием посвящу ей один из следующих выпусков «Арены событий». А сейчас хочу заметить, что сегодняшнее российское общество намного качественнее и прозорливее, чем оно думает о самом себе. Оно мобильное, динамичное. Оно адаптируется к вызовам времени, быстро впитывает новые идеи. Как меняются наши социальные запросы? Сегодня одним из общественных запросов является, прежде всего, безопасность. Безопасность граждан во всех их проявлениях жизни. Безусловно, увеличивается качество жизни, повышается качество жизни. И, соответственно, вторым запросом является ответственность власти и ответственность того, кто предоставляет государственную, муниципальную, любую услугу, повышение этой ответственности. Вот, наверное, два базовых запроса. Это повышение ответственности власти и того, кто оказывает услугу, и безопасность. Безопасность во всех сферах жизни как таковой. Да, безопасность. Экономическая, политическая, общественная. Но тогда давайте сформулируем, что мы ждем от депутатов Госдумы нового созыва, которых мы изберем 18 сентября. Мы не могли отозвать депутата, если он не выражал наши интересы. Но у нас есть право избрать другого. Зачем же каждый раз ставить на ЗОРО? На депутата ЗОРО? Например, французы голосуют за то, чтобы у них непосредственно сохранялась а та стабильность, которая у них есть. Как таково, когда делают какие-то опросы, очень важно, чтобы их был кусок хлеба и так далее. А, наверное, у россиян тоже появляются свои запросы. И прежде всего этот запрос на стабильность. И, конечно же, непосредственно никакие революционные движения, перемены. Сегодня этот запрос совершенно не нужен. И поэтому важно сохранение стабильности как таковой. Не застоя стабильности. Есть то, что уже достигнут. Определенные планки мы достигли в своем развитии. Да, безусловно, сейчас не стоит лукавить. Стагнация определенная существует в силу определенных экономических причин, социальных причин в том числе. Важно сохранить и идти дальше на развитие. Это прежде всего. И поэтому от депутатов, от той работы, которую выбирают сейчас депутаты в Государственной Думе, мы должны понимать, что мы выбираем человека, который будет отстаивать именно эти интересы прежде всего. Потому что вот эта стабильность – это запрос коллективный. Цитата от Бориса Акунина. «Быстро меняться общество может только в худшую сторону. Это называется революция. А все благие намерения, именуемые эволюцией, происходят очень-очень медленно». Конец цитаты. Но это большое лукавство сетовать на то, что ты ничего не можешь сделать, поскольку не принадлежишь к парламентскому большинству, которое тебя якобы не слышит. Тогда уж лучше просто повиниться, как когда-то Борис Ельцин. Цитата. «Я просто проспал». На самом деле, я хоть и один представляю партию в Государственном Собрании «Лтумен». Но у меня очень хорошее отношение со всеми фракциями. У меня очень дружеские отношения со многими представителями фракции в нашем Государственном Собрании. И за счет этого я могу и хорошо общаться с правительством и руководством нашей республики. Потому что тут, как бы там ни было, критиковать – это одно. Когда ты критикуешь, ты всегда должен говорить, что можно предоставить в обратную связь. Что ты можешь сделать, предлагаешь. В этом отношении надо работать, быть человеком прежде всего, честным человеком. И думать не только о себе, а думать действительно о своих близких, о окружении, о тех избирателей, которые за тебя отдали голос. Но как бы ни поворачивала жизнь, как бы ни складывались отношения, депутат, любой депутат, который был в Думе шестого созыва, или который, возможно, придет в Думу седьмого созыва, он должен уметь договариваться в той команде, которая реально влияет на принятие решений. И в этом отношении прекрасный пример, например, депутат Государственной Думы Михаил Фимович Николаев, или Виталий Николаевич Басыгысов. Тогда, когда интерес республики такой, как, например, Виталий Николаевич Басыгысова, кредитование Северного завоза, он именно реально был проведен. И он смог убедить депутатов, которые вокруг него были объединены, о том, что эта инициатива для республики необходима. Так же, как и позиция Михаила Фимовича Николаева. Так, например, по нашей позиции, связанной с закрытием малокомплектных больниц, ведь Михаил Фимович ярко нигде не выступал на пленарных заседаниях по данному вопросу. Но он провел такую работу со своими членами фракции, на тот момент, которая позволила нам найти союзников в Адыгее, Новосибирске, Хабаровске и в ряде других субъектов, которых эта проблема вообще не касается, которые с нами объединились. Вот это вот сила работы. В этом и успех. Такой человек, как Михаил Фимович, это очень серьезный, я считаю, монстр, аксакал. Мы сейчас начали с вами беседу, еще пока не в камеру, мы говорили о том, что можно быть и в возрасте, и не особо сильно выступать, но лоббировать интересы республики в плане финансирования, в плане каких-то законопроектов серьезных, масштабных, конечно же, я думаю, что многое от него зависело. И это он делал. Поэтому его никак я упрекать не могу. Я думаю, что он, ту оценку, которую ему сейчас дают все, я с этим согласен, что это действительно профессионал с большой буквой. То, что третий срок идет Федот Тумусов, ну, это же такая зараза, что от нее тяжело ему избавиться. Насколько его эффективность работы, я на самом деле не видел. То, что он отказывался от дальневосточного гектара, который действительно, я считаю, сейчас принесет большую пользу для развития. Хочу поделиться с вами данными опросов ЦО. Цитата. Охотнее всего на Дальний Восток переехали бы россияне в возрасте от 18 до 24 лет. Почти каждый третий в этой возрастной группе готов на такой шаг, если ему или его семье будет предоставлен участок земли. Среди главных причин, мотивирующих к переезду, перспективы профессионального роста и благоприятные экологические условия для детей. Конец цитаты. Наши родители, многих моих, то есть, друзей, знакомых и вообще, как бы, сюда приехали в возрасте молодого. То есть, как бы, заканчивали институт и переезжали сюда для того, чтобы здесь начинать новую жизнь. Потому что здесь были деньги, здесь были какие-то привилегии, да, предлагались, то есть, комфортно. Поэтому я думаю, что это все хорошо, наоборот, что я думаю, к этим молодым специалистам можно было бы сделать такое на основании учебы, как они учились, такой сертификат студенческий, да, денежный. Там, допустим, если он закончил, на отлично, там, да, или хорошист, то ему после окончания вуза давали бы сертификат денежным эквивалентом, чтобы он мог, когда трудоустроился на работу, что то предприятие, которое боится брать, не специалистов еще высокого уровня, а начинающих, или не хотят в них вкладывать деньги, чтобы вот этот сертификат денежный давался руководителю предприятия, чтобы он мог, в всяком случае, гасить налоги за своего работника. И вот этот испытательный срок, там, допустим, если это было, мы говорим, денежным глядом, там, 100-200 тысяч на год, на два, как раз бы было того, чтобы этот специалист мог оттереться, и он не так был бы дорог руководителю в плане того, что он еще, может быть, не на 100% приносит пользу, как профессионал там в том или в том направлении. Вернемся к полноценной политической жизни. В чем критерий оценки деятельности депутата? В чем залог успеха? Успех в команде, успех в договороспособности, успех вот именно в той функции, которую ты в Думе будешь выполнять. Умение договориться. Умение договориться, отстаивая интересы субъекта Российской Федерации, независимо от того, как ты непосредственно выбрал, да, или кто тебя выдвинул. Но главное, важнее всего, чтобы вот это вот умение договориться, да, было именно в той группе, которая принимает решения, и которая ответственна за принятие этих решений, а не в той группе или в части парламента страны, да, которая лишь только выполняет функцию орнамента окраски. Мыслить, а значит и избирать, надо рационально. Я разверну этот тезис в одной из следующих программ. А сегодняшний выпуск «Аренных событий» завершен. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok